Продолжается практика так называемой выездной администрации на территории городского округа Щелково. В этот раз глава Андрей Булгаков с коллегами выехал в поселок Литвиного. Встретился с жителями, выслушал проблемные обращения и по некоторым из них дал разъяснение. Около месяца назад в поселке произошло ЧП. Сильным ветром сорвало кровлю с дома номер 5. Ремонт планировали провести в короткие сроки, но оказалось, что на доме требуются работы капитального характера. И они уже ведутся фондом капитального ремонта МКД. Там перекрытия, все, которые под кровлей, в том состоянии, в котором по любой экспертизе их нельзя было оставлять. Соответственно, фонд сделал эту экспертизу при нашем участии. Мы приняли решение делать это капитальным образом, так, чтобы это уже на века, сколько дом простоит, столько и кровли, и эти перекрытия. Ранее жители верхних этажей жаловались на протечки. Но управляющая компания своими силами их устранила, и сейчас жалоб нет. Еще одна проблема, с которой обратились жители Литвинова – перебои с электро- и водоснабжением. Андрей Булгаков вопрос изучил. Это оказалась беда не только поселка, но всей территории по Фряновскому направлению. Решать ее должна сетевая энергоснабжающая организация. И это уже запланировано. Я обратился к губернатору еще после того, как здесь первый раз был. Соответственно, мы до октября месяца, не только в Литвиново, а на всей территории, но это от Фряново до Литвиново, скажем так, до Гребнево, проведем работу по дополнительным опорам, электрическим опорам и реконструкцию трансформаторных подстанций, для того, чтобы прекратить постоянное отключение света на территорию. Для этого нужны были деньги, и эти деньги через сетевые организации выделены. Частые отключения электричества, оказалось, влияют и на качество водоснабжения. Вода в квартиру поступает грязная и ржавая. При отключении ВЗУ, естественно, поток воды уменьшается, и при включении весь смыв системы водоснабжения происходит, идет в дома. Водоканал поручено промыть этим летом в рамках подготовки к зиме весь трубопровод от ВЗУ до МКД. Глава поручил к 15 июля завершить все работы на системе водоснабжения. И вот еще какие вопросы жителей приняла на рассмотрение и решение выездная администрация. Сделать разметку на парковке у дома 5. Кранировать деревья, которые затеняют окна. Установить в поселке хотя бы один банкомат. Найти решение проблемы подтопления дворов во время сильных дождей. Отремонтировать подъездную дорогу вдоль гаражей к контейнерной площадке. По словам Тимура Углова, дорожные работы запланированы на это лето. В целом, поселок Литвиново производит благоприятное впечатление. Это подтвердили и большинство жителей, с кем пообщался Андрей Булгаков. Дворы выглядят благоустроенно. В каждом детские площадки, лавочки, беседки, видеонаблюдение, освещение. Последняя, отслужившая свой век, площадка за домом 8, сейчас демонтируется и будет заменена на новую. А так как убираем подъезды? Хорошо. Нормально? Стоим. Двор от снега зимой. Хорошо. С этим хорошо. Площадки? Площадки хорошо. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.